Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Шива Прабхупада начинает свой комментарий к этому стиху с того, что объясняет что в материальном мире все подвержены влиянию законов материальной природы И хотя никто не хочет умирать, но все вынуждены будут умереть Никто не хочет старости Никто не хочет болезней Никто не хочет болезней Никто не хочет старости но их не избежать Такова природа материального мира И дальше Прабхупада начинает объяснять что материальная наука на самом деле бесполезна Они на самом деле ничего по-настоящему хорошего не сделали для этого мира Материальная наука только помогает людям быстрее умирать Но они не смогли показать как избавиться от рождения смертей Следующий параграф Из Пуран нам известна история Хираня Кашипун Этот царь достиг очень высокого уровня материального развития С помощью своих материальных достижений силой своего невежества он рассчитывал одолеть неумолимую смерть Он занялся настолько суровым видом медитации что жители всех планетных систем были встревожены его мистической силой Он заставил Творца Вселенной полубога Брахму спуститься к нему и попросил Брахму сделать его Амарой то есть бессмертным Но Брахма ответил что это не в его силах поскольку даже он Творец материального мира и правитель всех планет не является Амарой Как сказано в Бхагавадгите 8.17 Продолжительность жизни Брахмы очень велика но это еще не значит что он бессмертен Прабхупада дает нам пример о том, как большие личности в материальном мире как они пытаются бороться по правилам природы Прабхупада дает нам хороший пример того как материалистичные люди пытаются побороть законы материальной природы Ярким примером является Хиранья Кашипу который был невероятно могущественен И он пытался преодолеть саму смерть с помощью своих материальных способностей Он занимался медитацией Он занимался медитацией совершал суровые аскезы И он пытался использовать свое могущество для того чтобы победить смерть И он был настолько могущественен что своими аскезами заставил даже самого Творца этой Вселенной Господа Браму служить себе И он просил Брама дать ему богословение на вечную жизнь Но Брама ответил, что я сам не вечен Поэтому как я могу дать тебе что-то чем не обладаю сам И хотя Брама живет невероятно долгую жизнь в какой-то момент ему тоже придется оставить тело В какой-то момент ему тоже придется оставить тело И Господь Брама живет невероятно долго представьте только один его день длится тысячу юг Дальше Одна эпоха состоит из четырех юг Которая длится четыре миллиона четырех юг И еще один день Одна эпоха Одна эпоха Она состоит из четырех юг 4,320,000 лет. И это только одна эпоха, а День Брахма состоит из тысячи таких эпох. А в Евгаду 365 дней таких у него. И так он проживает жизнь продолжительностью 100 лет. Поэтому мы видим, что продолжительность жизни Брахмы невероятно велика, но даже ему придется оставить тело в какой-то момент. Даже Брахме придется умереть. Что уж говорить о таких демонах, как Хиранья Кашипу? Следующий параграф. Хиранья означает золото, а Кашипу – мягкая постель. Этого коварного человека интересовали две вещи на свете – деньги и женщины. И он хотел вечно наслаждаться ими, добившись бессмертия. Он попросил у Брахма множество разных богословений, надеясь косвенным образом исполнить свое желание стать бессмертным. Поскольку Брахма сказал, что не может одарить его бессмертием, Хиранья Кашипу попросил Брахму пообещать, что его не сможет убить ни человек, ни животное, ни полубог, ни какое-либо иное живое существо, относящееся к любому из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Он также попросил сделать так, чтобы его не смогли убить ни на земле, ни в воздухе, ни в воде и никаким оружием. Хиранья Кашипу наивно полагал, что, получив эти богословения, он сможет избежать смерти. Но, в конце концов, несмотря на то, что Брахма исполнил все его просьбы, он все же был убит Верховным Господом в образе получеловека-полу-льба Нарисимхи. Чтобы убить его, не понадобилось никакого оружия, Господь растерзал его своими когтями. Он был убит ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, а на коленях этого удивительного живого существа, которого он не мог себе даже вообразить. Итак, я расскажу о Хиранья Кашипу Хао. И хотя он не смог выторговать у Господа Брама бессмертие для себя, тем не менее он поставил множество разных условий, благодаря которым он не умеет. который Господь Брама должен был выполнить. И чтобы обходным путем получить того, чего Господь Брама не мог ему дать, он решил применить свой материальный разум. И поэтому первое условие, которое он поставил Господу Браме, чтобы его не смогли убить ни днем, ни ночью. Господь Брама сказал, хорошо. И затем он поставил Брама бенедикт, чтобы он не умер в земле, ни в воде, ни в воде. И Господь Брама и на это согласился. Следующим условием было, чтобы его не могли убить ни полубог, ни человек, ни животное. И таким образом он поставил множество разных условий, и все они были удовлетворены. И получив такой набор благословений, естественным образом Хиранья Кашипу думал, но теперь я бессмертен, ведь никто не сможет убить меня. Таким образом размышляют материалисты. Брама сказал ему, что не может сделать его бессмертным, тем не менее Хиранья Кашипу продолжал выискивать способы обмануть смерть. И что произошло в конечном итоге? Мы видим, что Господь явился как Нарисимхадев. И в форме Хиранья Кашипу пытался убить Хиранья Кашипу в своей форме. Хиранья Кашипу пытался убить своего сына, Святого Прохлада. Но тогда явился Господь Нарисимха для того, чтобы защитить своего предного. И поэтому Господь принял эту необычную форму, которая не является ни человеком, ни животным. Это было наполовину животное, наполовину человек. И он не был убит ни днем, ни ночью. Он был убит в конце дня и в начале ночи, то есть в сумерке. И он не был убит ни человеком, ни оружием. Он не был убит ни в воздухе, ни в воде, ни на земле. Его тело находилось на коленях Господа Нарисимхи. И он был растерзан когтями, которые не считаются оружием. Таким образом Господь Нарисимха удивительным образом выполнил все условия поставленные Хиранья Кашипу Брахме. Таким образом Хиранья Кашипу думал о себе как об очень разумном. Он думал, что он себя защищает за его умные думки. Но Господь Нарисимхи все равно убил его. Не просто убил, но при этом выполнил условия всех тех благословений, о которых Хиранья Кашипу просил. Читаем дальше следующий параграф. Из этого примера видно, что даже Хиранья Кашипу самому могущественному из материалистов никакие планы не помогли обрести бессмертие. Чего же тогда могут добиться ничтожные Хиранья Кашипу наших дней? С маленькой буквы написано Хиранья Кашипу. Чьи планы рушатся каждое мгновение. Таким образом Прабхупа говорит о том, как огромный материалист, как Хиранья Кашипу, который появился в Сатхи-югахе, как он не мог победить материальную природу. Как же тогда незначительные, по сравнению с Хиранья Кашипу, материалисты современной Кали-юги могут надеяться побороть материальную природу? Тем не менее, они планируют. В Лондоне, например, жил один богатый, очень материалистичный человек, один состоятельный человек. И у него была такая фобия, что он заставлял всех гостей, приходящих к нему в дом, проходить дезинфекцию, одевать маски и так далее, чтобы никакая инфекция не проникла. Но все равно, он умер. Он был весь дом, все было специально распространено, нет вирусов, ничего не мог вести. Он его держал. Он думал, что в таком случае он будет жить всегда. Но он заболел и умер. Вау Дисней. Вау Дисней, он не хотел умер. И когда он знал, что он болит, он сделал свою волю. И свою волю, его тело, должен был быть в холодильнике, чтобы было холодно. И когда они находили лечение для болезни, они хотели, чтобы тело отбросить из холода и вернуть в жизнь. Другой пример это знаменитый Боу Дисней, основатель Диснея. Он, когда узнал, что смертельно болен, он написал завещание, чтобы его тело поместили в морозильник, то есть заморозили. И потом, может быть, в будущем, когда у ученых появится способность возвращать людей к жизни, излечивать такие болезни, чтобы его разморозили и оживили. Мы видим, как эти невероятно материалистичные люди терпят поражение. Все их жалкие попытки победить материальную природу ни к чему не приводят. Окей, пойдемте, Шри Шапанишат инструкция. Следующий абзац. Шри Шапанишат советует нам отказаться от неуклюжих попыток победить в борьбе за существование. Каждый упорно борется за существование, но законы материальной природы так неумолимы, что никто не может обойти их. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен готовить себя к возвращению к Богу. Шри Шапанишат инструкции. Хорошо, Прабхупада здесь объяснял нам, как материалистичные люди пытаются победить материальную энергию. Прабхупада здесь объяснял нам, как материалисты пытаются победить материальную природу, но никогда не достигают успеха в этом. Материальная природа нет для них милости. Они снова и снова возвращаются в круговорот рождения и смерти. Следующий абзац. Процесс возвращения к Богу предмет отдельной отрасли знания, которую необходимо изучать по таким богооткровенным писаниям, как Упанишады, Веданта Сутра, Хагавадгита и Шимадбхагаватам. Поэтому, чтобы стать счастливым в этой жизни и покинув материальное тело, облисти вечную, исполненное Блаженство жизнь, человек должен изучить эти священные писания и подчеркнуть из них трансцендентное знание. Обусловленное живое существо забыло о своих вечных взаимоотношениях с Богом и ошибочно считает, что кроме этого бленного мира, в котором оно родилось, ничего больше не существует. Господь, по Своей милости, дал перечисленные высшие писания людям Индии и другие священные писания народам других стран, чтобы напомнить забывчивому человеку о том, что его истинный дом не здесь, не в материальном мире. Живое существо духовно по природе, поэтому оно может облисти счастье, только возвратившись в свой духовный дом. Итак, Прабхупад объяснил, что материалистам не удастся никогда победить материальную природу, поэтому, что необходимо для них, так это принять прибежище об откровенных писаниях. Чтобы помочь нам выбраться из тисков материальной природы, Господь создал всевозможные писания. Например, Он сам лично явился сюда, на землю, и рассказал Бхагавадгиту. Он совершил множество удивительных игр и деяний, и вдохновил Виасадеву описать их в других священных писаниях. Поэтому, снова и снова, Господь устраивает все возможные условия, чтобы нам было легче освободиться из этого материального мира. Он хочет, чтобы в конце концов мы поняли, что этот материальный мир, это не наш настоящий дом. Что все мы являемся духовными живыми существами, и на самом деле, это не наше место, а мы принадлежим к духовному миру. Поэтому, если мы хотим обрести настоящее счастье, то нам нужно выбираться отсюда и возвращаться домой к Богу. Следующий абзац. Чтобы вернуть живые существа к Богу, Верховный Господь посылает из Своего Царства верных слуг или приходит с этой миссией сам. Все живые существа – возлюбленные дети Господа, Его неотъемлемые частицы. Поэтому, видя страдания, которые мы постоянно испытываем в материальном мире, Господь огорчается больше, чем мы сами. Эти страдания нужны для того, чтобы косвенно напомнить нам о нашей несовместимости с мертвой материей. И разумные живые существа обычно обращают внимание на эти напоминания и посвящают себя изучению в виде трансцендентного знания. Человеческая жизнь предоставляет самые благоприятные возможности для углубления духовных знаний. Поэтому того, кто упускает эту возможность, называют Нарадгамой, низшим из людей. Здесь Прабхапада рассказывает о культивировании трансцендентного знания. Мы должны обратиться к Священописаниям и из них узнать положение Верховного Господа и Его энергии. Мы все являемся неотъемлемыми частичками Верховного Господа. Мы подобны Его детям, а Он – Отец для нас. И Отец несчастлив, когда видит, что Его Сын страдает. И также Господь не испытывает радости, видя страдания обусловленных материи живых существ. Но у этих страданий есть смысл, они предназначены для того, чтобы напомнить нам, что у нас дом не здесь. Мы не принадлежим этому миру, мы не от мира сего, и потому мы страдаем здесь. Поэтому, если мы хотим выбраться отсюда, то нам необходимо получить настоящее Духовное Знание. Нам выпала удача обрести это человеческое тело, которое специально предназначено для того, чтобы развивать Духовное Знание. Благодаря трансцендентному Знанию мы можем восстановить свое положение, как Духовное Души. Если мы не пользуемся этой возможностью, то мы – Нарадама, то мы – Нарадама. Низшие из людей. Люди, которые maybe родились в хорошей семье, имеют хорошую возможность для образования, но если они не принимают, то они очень боевые. Например, если человек родился в состоятельной семье, и у него есть все возможности для того, чтобы получить хорошее образование, но он их не использует, это означает, что он просто глупец. Поэтому, так же и у нас есть возможность изучать духовное знание, и мы должны воспользоваться ею, чтобы улучшить свое положение. Путь о виде, то есть путь совершенствования материальных знаний во имя чувственных наслаждений, это путь повторения рождения и смерти. Живое существо духовно, поэтому оно не рождается и не умирает. Рождение и смерть относятся только к внешней оболочке духовного существа, его тела. Рождение сравнивают с надеванием, а смерть со сниманием одежды. Глупые люди целиком поглощены развитием о виде невежества, и они принимают это как должное. Очарованной красотой иллюзорной энергии они вновь и вновь испытывают те же страдания, так и не сделав никаких выводов из уроков, преподанных им законами природы. Здесь Прабхупада объясняет, в чем же заключается суть настоящего знания. Потому что мы обрели человеческую форму жизни, и у нас есть в этой форме возможность постичь это знание. Потому что мы вечные живые существа. А такие явления, как смерть и рождение, относятся только к материальному телу. Смерть и смерть связаны только с нашим внешним материальным, физическим телом. Но мы должны по-настоящему понять, кем же являемся мы, душа, внутри этого тела. И Прабхупада здесь говорит о том, что люди поглощенные деятельностью материального тела, они даже не сознают, что они находятся в этом материальном мире. и страдают. Они настолько привлечены материальной энергией, что считают ее самым прекрасным. И так как они находятся на этой телесной платформе, то им снова и снова приходится проходить через различные страдания. Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что люди стремятся получить знания и образование в разных сферах жизни, но они не могут постичь вот это трансцендентное знание. Следующий абзац. Вот почему человеку необходимо стараться постичь в виде трансцендентное знание. В болезненном материальном состоянии следует насколько это возможно ограничить чувственное наслаждение. Неограниченные чувственные наслаждения в материальных условиях ведут к невежеству и смерти. Живые существа наделены духовными чувствами. Каждое живое существо в своей изначальной духовной форме обладает всеми чувствами, которые в обусловленном состоянии покрыты материальным телом и умом и действуют как материальные чувства. Деятельность материальных чувств является искаженным отражением деятельности изначальных духовных чувств. Пораженная болезнью материального существования душа покрытой материей занимается материальной деятельностью. Истинные чувственные наслаждения доступны душе только тогда, когда она излечится от болезни материализма. Только в своей чистой духовной форме, неоскверненной материи, живое существо может испытывать подлинные чувственные наслаждения. Больной должен сначала излечиться от своей болезни и только после этого он сможет снова наслаждаться жизнью. Поэтому целью человеческой жизни должно быть не извращенное чувственное наслаждение, а избавление от материальной болезни. Обострение материальной болезни не является признаком знания, это признак обиди, то есть невежества. Чтобы выздороветь, человек должен не повышать температуру тела от 40 до 42 градусов, а понизить ее до нормы 36,6 градусов. Это должно стать целью человеческой жизни. В современном материалистическом обществе наблюдается тенденция к усилению материальной лихорадки, и жар уже достиг отметки 42 градуса в форме атомной энергии. И все это сопровождается причитаниями недалеких политиков о том, что в любой момент мир может взлететь на воздух. Таков результат развития материальной науки и пренебрежения самой важной стороной жизни – культурой духовного знания. Шриша Панишата предупреждает, чтобы мы не шли этим опасным путем, ведущим к смерти, напротив, мы должны совершенствовать духовное знание, чтобы вырваться из объятий смерти. Теперь Прабхупада говорит о культуре види. Он говорит, что это жизненно необходимо для всех цивилизованных живых существ, для всех цивилизованных людей. Большинство людей сконцентрированы только на своих чувственных насрождениях, и все, чего они хотят, это... И они пытаются удовлетворять свои чувства с помощью еды, сна, совокупления и обороны. Но они при этом не понимают, что это путь невежества, в конце концов ведущий к смерти. Поэтому живые существа в этом материальном мире должны быть очень осторожны и культивировать правильное знание. Они не должны желать просто стать отреченными от материальной природы. Вместо просто сухого отречения важнее привязаться к духовной реальности. И Бравбада здесь приводит пример, что если у человека повышенная температура, то это не значит, что ему нужно вообще избавиться от температуры и свести ее до нуля. Нет, ему нужно вернуть ее к нормальным условиям. You get some doctors, they come, they give the injection, and the person dies, the patient dies. The doctor comes to see the sick man, he gives the injection, and the man dies. Вот, например, представьте, человек болеет, приходит врач, делает ему укол, и человек умирает. And you say, oh my god, he's dead. The doctor says, fever's gone. И родственники такие говорят, о нет, он же умер. Врач отвечает, но зато теперь температура у него нет. Таково невежество материалистичных людей. Они думают, что если мы избавимся от температуры, от болезни, то все станут счастливы автоматически. И люди пытаются покомфортнее устроиться здесь, в материальном мире. И люди пытаются покомфортнее устроиться здесь, в материальном мире. They're thinking this will be their permanent home. Потому что они думают, что это и есть их вечный дом. They do not understand everything in this world is temporarily. Но при этом они не сознают, насколько все в этом мире временно. We cannot place our faith on anything in this world. Здесь ни на что нельзя положиться. We have to make arrangements, so make sure we get out from this world. Нам необходимо принимать усилия, прикладывать, чтобы выбраться из этого положения. So if we just simply increase the fever, that's not going to help. Поэтому если мы также просто увеличиваем температуру еще больше, то это нам никак не поможет. You don't want to increase the fever. We want to bring the temperature, bodily temperature should come to the healthy condition. Мы не хотим увеличивать температуру еще больше, мы хотим сбить ее до нормы. When the body comes to the healthy temperature, then the function, the body functions naturally. Потому что когда температура держится в норме, то и тело функционирует правильно. So we have to understand, what is the process to bring the body back to healthy temperature. Поэтому необходимо понять, каков процесс возвращения к нормальной температуре тела. И Прабхады говорит здесь, что это сбалансированная программа материально-духовного знания. Что необходимо культивировать материальное знание параллельно с духовным знанием. Девоты, they learn to read. They learn to write and read. Например, преданные они учатся писать и читать. And they can learn everything from Prabhupada's books. И все это они могут усвоить из книг Шива Прабхады. You don't need to read any other books but Prabhupada's books. Нет, в принципе, необходимости читать какие-либо другие книги, кроме книг Прабхады. And we see some very amazing devotees who have been brought up just reading Prabhupada's books. Brought out? Yeah, they've been brought up, been raised to become adults. They didn't go to school. They just stayed at home. Their mother taught them from Prabhupada's books. And they go on and become university professors. So they learn everything. Они все усвоили из книг Шива Прабхады. So this is a balanced program of Krishna consciousness. Такова сбалансированная программа сознания Кришны. The Mayavadis, they want to make the fever zero. If the temperature becomes zero, the man's dead. And the materialists, they want to increase the fever. They want more sense gratification. They just want to increase the fever. They want to increase the fever. But the proper program is to bring the temperature down to the healthy level. And the proper program is to bring the temperature down to the normal level. Prabhupada uses the figure 98.6. That's the final thing. I don't know what it is in the other system. I don't know how much it is in the Farenghete. It's in English, Prabhupada writes. But in Russian, it's 36.6. Okay, go ahead. Это было бы равносильно тому, что в попытках сбить жар стараться довести температуру тела до нуля. Правильнее будет сказать, что мы должны стараться извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. Для углубления духовных знаний необходима помощь этого тела и ума. Поэтому, чтобы достичь своей цели, мы должны заботиться о телеуме. Нужно поддерживать нормальную температуру на уровне 36,6 градуса. И для достижения этого великие мудрецы и святые Индии разработали программу сбалансированного развития духовного и материального знания. Они никогда не позволяли людям злоупотреблять своим разумом, используя его для болезненных чувственных наслаждений. Итак, что Прабхупада говорит о том, что же является истинным смыслом религии. Ведические писания описывают четыре главных цели. Это религиозная деятельность, материальное процветание, чувственное наслаждение и освобождение. Но Прабхупада объясняет, как сегодня люди только интересны в экономическом развитии и гратификации. Прабхупада говорит, что сейчас люди в основном заинтересованы только в экономическом развитии и в чувственном наслаждении. Они больше ничего не хотят уже. Настоящая религия, она не предназначена для чувственных наслаждений. Настоящая религия, она предназначена для пробуждения любви к Богу. Но люди не знают, что это. Люди никогда не думают о том, что они думают. Они думают о экономическом развитии и экономическом развитии. Мы хотим денег, мы хотим о несчувственном наслаждении. Поэтому нам необходимо четко понять, в чем же высший смысл и цель жизни человека. Прабхупады говорили о привлечении тела в здоровом состоянии. Прабхупады говорили о том, что это не наше предназначение, просто работать подобно ослам для того, чтобы наполнить желудок. Мы не созданы для того, чтобы просто материальное знание развивать. Нам необходимо развивать трансцендентное знание. Деятельность человека, оскверненная стремлением к чувствным наслаждениям, регламентируется в ведах системы принципов, цель которой – обретение освобождения. Эта система включает в себя религию, развитие экономики, удовлетворение чувств и освобождение, но в настоящее время люди утратили интерес к религии и освобождению. У них осталась только одна цель в жизни – удовлетворение чувств, и ради ее достижения они строят планы экономического развития. Сбитые с толку люди думают, что религию в обществе нужно поддерживать, потому что она способствует развитию экономики, которая необходима для удовлетворения чувств. А чтобы обеспечить человеку чувственные наслаждения, даже после смерти в раю существует целая система религиозных ритуалов. Однако достижение рая не является истинной целью религии. На самом деле путь религии должен вести к самосознанию. Развитие экономики необходимо только для того, чтобы человек мог сохранить тело в нормальном здоровом состоянии. Человек должен вести здоровую жизнь и иметь трезвый ум, только чтобы постичь видео – истинное знание, что является целью человеческой жизни. Эта жизнь дана нам не для того, чтобы работать подобно ослу или культивировать авидию и удовлетворять свои чувства. Путь в виде самым совершенным образом описан Шимадбхагаватам. Это произведение побуждает человека посвятить свою жизнь постижению абсолютной истины. Абсолютную истину постигает постепенно, сначала как Браман, потом как Параматму и, наконец, как Бхагавана – Личность Бога. Постичь абсолютную истину может только человек широких взглядов, который обладает знанием и освободился от материальных привязанностей, следуя 18 принципам Бхагавадгиты, описанным в комментарии к 10 мантре. Главной целью соблюдения этих 18 принципов является достижение трансцендентного любовного служения Личности Бога. Поэтому всем людям, независимо от их взглядов, рекомендуется учиться искусству любовного служения Господу. Последний параграф. Прямой путь, приводящий к цели Видии, описывает Шрила Рупа Госвами в своей книге «Бхакти Расамлита Синдху», которая переведена нами на английский язык под названием «Нектар преданности». В Шимадбхагаватам 1.2.14 «Путь в виде» кратко описан в следующих словах. Тасматаке наманаса бхагаван сатватам пати шотавья киртитавьяшча деят путь чашчани тяда. Перевод. Поэтому нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествование о Верховном Господе, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. Если религиозность, развитие экономики и удовлетворение чувств не направлены на достижение любовного служения Господу, то они являются всего лишь различными формами невежества, что будет ясно из следующих мантр Шри и Шипанишат. Прабхата здесь дает нам ясно понять, что нет ничего плохого в экономическом развитии самому по себе, если это способствует нашему преданному служению. И в преданном служении также есть место и насхождение чувств. Поэтому это не так, что нам необходимо все это оставить, а нужно все это задействовать в служении Кришне. Нам не нужно погружаться в уныние, что, о, материальная жизнь бесполезна и бессмысленно. Нет, нам нужно очистить материальное существование. Поэтому это очень важный стих и нам нужно по достоинству оценить то, о чем здесь говорится. Хорошо, есть ли вопросы? Есть вопросы в зуме? А преданные есть вопросы у кого-то? Можно спросить? Да, Александр, пожалуйста. Я правильно понимаю, что слушая тех, для кого духовная жизнь – это реальность, и тех, кто живет вот этими целями, которые изложены в Ахупады, тех, кто уже реализовал, человек может постепенно от своих каких-то целей, от каких-то своих желаний избавиться и обрести вот эти желания, которые соответствуют природе души. Хорошо. Правда, что приблизительно говорит, если мы будем слушать людей, которые не имеют материальные желания, которые не имеют материальные желания, это будет помогать, чтобы мы также быть свободными от наших желаний и придти к себе на стихическую уровне. Ну, необходимо еще слушать с правильным умонастроением, с желанием избавиться от своих материальных желаний. Если вы просто сидите и слушаете, то это вам не поможет. Необходимо хотеть избавиться от невежества материального существования. Необходимо осознать, что мы тратим свою жизнь впустую. Слушание очень важно, но мне также важно слушать в правильном настроении. Подобно тому, как говорящий должен обладать должной квалификацией, также и слушатели должны обладать некоторые квалификации. Как, например, в Шримад Бхагавата, мы читаем о том, что Сута Госвами был квалифицированным рассказчиком, а мудрецинные Мишарани были квалифицированными слушателями. В результате этого они получили огромное благо. Хорошо. Следующий вопрос есть еще? Можно еще до спросить? Да? То есть, либо вот опыт, страдания должен человека подвести вот к этому желанию избавиться от чувственных наслаждений, либо у человека такой мощный разум, что ему не нужно вот этого опыта, он так принимает все и меняется. Вот такой вопрос. Ну, есть четыре типа людей, которые приходят к сознанию Кришны серьезно. Большинство людей страдают от страданий, другие приходят, ищут богатства и процветания, третьи из любопытства и четвертые уже в поисках трансцендентного знания. И вот эти четыре категории – это люди, которые квалифицированы для того, чтобы начать предное служение. Конечно, много людей страдает, но не все они обращаются к предному служению. Поэтому еще необходимо, чтобы у них было открытое сознание, открытое к чему-то новому. Они должны искать и желать узнать что-то новое, принять. Так, какова же должна быть квалификация слушающего? Ну, конечно, очень важна милость рассказчика и милость преданных. Аудитория, состоящая из предных, также помогает создать необходимую духовную атмосферу. И это делает приход новых людей в сознание Кришны гораздо проще. Благодаря их энтузиазмом. Их энтузиазм – их энтузиазм – их энтузиазм. И другие люди, новый человек, могут подниматься энтузиазмом и становиться эффективным. Если предные исполнены энтузиазмом, то новый человек, попадая в их общество, он заражается этим энтузиазмом и тоже становится энтузиастичным. Окей. Хорошо. Есть еще вопросы? Да. Я брендава в Алгилов, вот это же. Потом в Владине, вот это же. Халили Кришна, дорогой Гор Махарай, собравшись в предыдущем, принято поклоны, пожалуйста. Всеслава себе Прабху Хаде. Правильно я поняла, что пока человек полностью не разочаруется в своих попытках быть здесь счастливым в материальном мире, он начнет серьезно заниматься духовной практикой. Правильно ли, вот есть вот высказание в Бхагавадгиде, да, много ведь есть разум нерешительного. То есть вот эта решительность, это вот и есть, когда только, только чисто преданное служение сделает меня счастливым. То есть вот эта решимость, вот это поможет мне развиваться дальше при Кришне, само это чисто преданное служение. Ну, это помогает. Например, Царица Кунти, она описывает нечто подобное в своих молитвах, где она говорит, что необходимо, как бы, как-то, экзастует... Измождение. Да, достичь стадия определенного изможденности, можно сказать. В любом случае, вы уже устали от попыток наслаждаться в этом материальном мире. И затем вы просто хотите полностью посвятить себя духовному аспекту бытия. И это, конечно, может сделать Кришне-кончистость легче. Конечно, такое разочарование, оно делает духовную практику более легкой. Если у нас много материальных привязанностей, то это будет очень тяжелее. Если у нас много материальных привязанностей, то нам будет намного тяжелее. Если у нас много богатства или у нас какое-то высокое положение в обществе, то это будет для нас препятствием. Но в то же время можно использовать эти вещи в сознании Кришны, в служении Кришны. Просто главное не привязываться сильно к этим вещам. Надо понять временную природу всех этих благ и то, что это является подарком от Кришны. Все, что мы имеем, пришло нам по милости Кришны и нам необходимо использовать это в служении Ему. Хорошо? Еще? Харе Кришна. Примите, пожалуйста, поклоны. У меня несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, первый вопрос. Почему… Ладно, не так. Вы сказали в лекции, что нужно четко понять цель жизни. Почему эта цель забывается? Вот это первый вопрос. Давайте по очереди, да? Да, по очереди. Махарадж. 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 Вы сказали, что мы должны понимать настоящий цель жизни. Почему это происходит, что иногда этот цель, это понимание цель этого цель остается Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому нам необходимо очень внимательными быть в том, чтобы контролировать свое ум и чувство. Продолжение следует... Мы не должны не хотеть ничего в пределах этого материального мира. Мы уже упоминали, что необходимо почувствовать эту усталость от материального существования. Я просто хочу только Кришну. Хорошо. Еще? То есть я правильно поняла, что вот эту цель держать помогает правильное общение в основном? И регулярная практика. Продолжение следует... 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 Необходимо вместо культивирования телесных желаний культивировать больше желаний, связанных с служением Кришне. Например, развивать себе желание идти по стопам великих хачалях и святых, кто смогли побороть желания сна и еды. Хорошо. Еще? Харикришна, может быть, последняя вопрос. Гурадев, открытые, которые оставят кришна-консуществу, потому что они были отражены от кого-то. В таких случаях, должны быть, чтобы они верить их обратно, должны быть, чтобы они верить, чтобы они верить, чтобы они верить, чтобы они верить. Часто преданные уходят из сознания Кришны, потому что они на кого-то обиделись. И в таких случаях, должны ли мы их как-то удерживать, уговаривать, пытаться разобраться, что случилось, или же просто не нужно никого удерживать? Мы должны попытаться удержать их, так или иначе вернуть их к практике в сознание Кришны. Потому что столько усилий необходимо приложить, чтобы даже одну душу привести на путь сознания Кришны. И, конечно же, мы не хотим, чтобы они уходили. Поэтому, конечно же, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы, так или иначе, как разрешить их проблемы и сохранить их в сознании Кришны. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое, Махарад. Спасибо за вашу вершину. Хорошо. Мы закончим сегодня. На этом на сегодня мы закончим. Харе Кришна. Харе Кришна. Поехали. Поехали. Вы. Понимаете. Афин февральбат, господин, форио депсия.